Дорогие друзья, братья и сестры, всех сердечно приветствую. Любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня и вообще этот месяц вы знаете о том, что мы продолжаем рассуждать о служении. И этот месяц, май, мы рассуждаем об обновлении в нашем служении Господу. И Слово Божие говорит и призывает, чтобы каждый из нас действительно беспокоился об этом. И Господь призывает и говорит, идите в виноградник мой. И эти слова обращены к каждому. Апостол Павел в первом послании к Оримфинам, в 4 главе, говорит о служителях, говорит о тех, которые трудятся в винограднике. И он говорит, что очень важное такое вот место должно быть или качество. Он говорит верность. И очень важно, чтобы каждый из нас мог оказаться верным. От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Поэтому и сегодня мы склонимся, попросим у Господа благословения на это служение. Попросим, чтобы он еще раз проговорил к сердцам нашим, чтобы он напомнил нам о важности служения. О важности служения в его винограднике, в церкви, дома, там, где Господь поставил нас. Давайте помолимся, попросим благословения. Господь, мы, дети Твои, церковь Твоя, склоняемся пред Тобою и сердечно благодарим Тебя за великую милость Твою к нам, за великое добро, которое Ты сделал к нам. Ты, Господи, Сына Своего отдал для того, чтобы Он пришел в этот мир, чтобы Он пострадал, чтобы Он искупил каждого из нас, чтобы сделал нас Своими детьми. И Ты церковь свою основал и дал каждому из нас возможность быть в этой церкви. Ты поместил, Господи, нас в эту церковь. И Ты призываешь нас, чтобы мы могли трудиться в Твоем винограднике. И Ты каждому из нас даешь эту работу. И Ты говоришь, чтобы мы были прилежными, чтобы мы были верными. Господи, сегодня хотим порассуждать об этом. Хотим обратиться к Слову Твоему. Хотим помолиться Тебе для того, чтобы проверить себя, как мы ходим перед Тобою, как мы служим в Твоем винограднике. Поэтому просим Тебя, чтобы Ты благословил наше общение, чтобы Ты благословил братьев, которые будут говорить Слово Твое. Помоги, чтобы это Слово звучало к нам, чтобы это Слово обличало нас, чтобы это Слово направляло нас к Тебе. Приготовь, Господи, сердце наше и почву сердца нашего, чтобы эти слова могли падать на добрую почву, и чтобы они могли принести плод. Благослови, Господи, нас, когда мы собрались здесь, чтобы мы могли помолиться Тебе, чтобы мы открыли перед Тобою сердце наше, воззвали к Тебе, а Ты с высоты услышь, преклони ухо Твое, Господи, и ответь на молитвы. Благослови всех прославляющих Тебя, хор благослови, всех воспевающих, помоги, Господь, чтобы мы могли славу Тебе вознести, Богу нашему, потому что Ты достоин славы и поклонения от людей. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил святых Твоих, церкви Твои по всему лицу земли, особенно благослови братьев и сестер, которые в трудных обстоятельствах, которые находятся в гонениях, там, где, Господи, всякие притеснения. Помоги, чтобы мы вместе могли возвысить голос пред Тобою, могли прославить Тебя и поклониться Тебе. Прибудь, Господь, с нами, все это служение благослови и прославься в нем, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Здрасти, святость Твою во мне, Живи жизнью святой во мне. Верный Ты Бог, верный, Верный, вечно верный, Отец, свеча верный, Дай неверность Твою яви, Так же верно, как Ты любить. Боже милосердный, Бога милостивый, Твою Бог милостивый, Побивающий мир спаси, Через меня души сели. Славы, небославы, Славы, небославы, Отец, небеслава Будет вечно от нас звучать, Ты достоин Ее принять. Святый, вечер, верный, Милосердный, славы. Дорогие братья и сестры, приветствую вас. Мы сегодня будем слушать, Или я буду говорить сегодня проповедь на тему «Идите, и вы, виноградник мой». И мы будем читать из Евангелия от Матфея, 20 глава, с 1 стиха и ниже. «Ибо Царство небесное подобно хозяину дома, Который вышел рано поутру, Нанять работников, виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, Послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, Он увидел других стоящих на торжище праздно. И им сказал, «Идите, и вы, виноградник мой, И что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, Сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, Он нашел других стоящих праздно и говорит им, «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему, «Никто нас не нанял». Он говорит им, «Идите и вы, виноградник мой, И что следовать будет, получите». «Когда же настал вечер?» Говорит господин виноградник управителю своему, «Позови работников и отдай им плату». Нача с последних до первых. «И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию». «Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, Но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина». «И говорили, эти последние работали один час. Работали один час. И ты сравнял их с нами, И ты сравнял их с нами, Перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя, Не за динарию ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, Что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Итак, будут последни первыми и первые последними, Ибо много званых, а мало избранных». Вот такая вот притча. Мы слышали такую притчу. И вы знаете, притча о работниках Последнего часа с точки зрения человека В плане экономики и социальной справедливости Совершенно непонятна. Любой нормальный предприниматель скажет вам, Что при таком ведении хозяйства Дело, скорее всего, обанкротится. Любой нормальный рабочий потребует, Чтобы оплата производилась согласно сделанной работе, А не по произволу хозяина. Но подобные правильные суждения Были бы слишком поверхностны, чтобы быть истинными. Потому что мы здесь рассуждаем Не об экономических или социальных проблемах. Хотя они берутся для нас в пример, Чтобы мы могли понять происходящее. Потому что эта притча носит образ, Из которого мы должны извлечь Главную и центральную мысль. И тогда все последующие места Они как бы становятся на свое место. Ибо Царство Небесное Начинается глава. Не начинается она Ибо Царство земное, Или какое-то предприятие, Или еще какая-то организация. Но она начинается, Эта притча начинается Ибо Царство Небесное. Вот с чего начинается. И о чем нам повествует эта притча, О чем Господь рассказывает в этой притче. Подобно хозяину дома, Который вышел рано поутру Нанять работников виноградник свой. С самого начала мы предупреждены, Что перед нами Раскрывается тема По откровению Царствия Небесного. В притче работники, Трудившиеся от 3, 6, 9 часа, Заключили определенный договор С хозяем. Но, видя, что получили работники С 11 часа, Они как бы возмутились. И с социальной точки зрения Это как бы оправдано и правильно Или с точки зрения справедливости. Но, если посмотреть на эту притчу Под другим углом, То подобное притязание Можно расценить как Требование к себе большего внимания, Требование к себе больших оценок И непроявление к ближнему своему Почтение, уважение, Смиренного отношения к ближнему. Отношения как к саму себе, Отношения вот этого к ближнему Мы здесь как бы не находим. Ведь не работники 11 часа просили, Чтобы добавили тем работникам плату. А сами эти работники, Как бы увидя свои заслуги, Начали настаивать на этом. Но хозяин дома говорит, Я правильно с вами договорился, Я правильно с вами поступил, Потому что у нас был такой договор. А вот с этими, Которые пришли к 11 часам, Не было такого договора. Он увидел их и сказал, Что вы праздно стоите, И вы идите в виноградник мой. И понятное дело, Что за час они уже не могли Там полноценную работу какую-то совершить. И понятное дело, Что хозяин расплачивался с ними Не по тем расценкам, Которые были с утра. Здесь работала какая-то другая Тема. Здесь, скорее всего, Проявилось милосердие хозяя, И его воля сделать доброе По отношению к этим, Которые вот в 11 час пришли. Надо сказать, Что по еврейской традиции Или восточной традиции Того времени лунного календаря, День начинался с 6 часов утра И заканчивался в 6 вечера. И, соответственно, 3 часа утра, Это были 9 часов, 6-12, 9 часов это было 3, И 11 час это был 5 часов. До 6 часов оставался 1 час работы. Переведя эту притчу В духовную сферу, Мы можем увидеть, Что подобные отношения Могут у нас складываться И с Богом. Неужели, обратившись к Богу На смертном одре, После того, Как Он прожил беспутно Свою жизнь, Окажется вместе с нами На небе. И, может быть, Даже где-то в каком-то отношении, Может быть, Выше нас окажутся, Мы не можем Как бы с этим согласиться. Или наше многолетнее Хождение На собрания, Служения Так мало для Бога Значит. Нам трудно Представить, Что человек, Беспутно проживший Свою жизнь И, может быть, В последние минуты Как вот тот Младший сын Вернулся к хозяину И получает все. И гнев старшего Брата, Он как бы Направлен на Отца И на этого брата. Я трудился весь день И ты уравнял меня Вот с этим, Который промотал Все свое состояние. Нам не нравится Эта щедрость Бога. Мы предпочли бы, Чтобы Бог действовал Согласно нашим законам, Нашим понятиям. Мы могли бы Позволить Ему Любить Никем не любимых На наших условиях, Соблюдая Установленный Нами Порядок. И с человеческой точки зрения Это как бы Легко Воспринимается. Но Бог Бог, Он по-другому Подходит. Он не по нашим меркам Подходит. И что, Он кажется нам Справедливым Бог по-другому Расценивает. Что кажется нам Несправедливым Он покрывает Милостью, Которую мы Не можем Покрыть. И нам кажется Это несправедливым. Но наш Бог Милостив. И поэтому Для каждого Стоящего праздника Сегодня еще Остается время Войти В виноградник Божий Чтобы там Подключиться К труду И что следует Хозяин Виноградника Говорит Получите. Из притчи видно Что Верующий человек Это тот Который Который Последовал За Христом Который несет Свой крест Который Прилагает усилия Потому что В винограднике Нужны усилия В винограднике Нужно работать Там и зной Там и солнце Там может быть И жажда Палящие лучи Но надо Обрабатывать виноградник Надо делать Полезную работу Чтобы этот виноградник Еще более Принес плода Надо Проявить Свои жертвенные силы Средства И способности И каждый Должен Использовать Тот дар Который он имеет И мы читаем Служите друг другу Каждый Тем даром Какой получил Как добрые домостроители Многоразличной Благодати Божией 1 Петра Апостол Петр Пишет В 4 главе Господь здесь Еще показывает Такую особенность Что речь идет О людях Пришедших В разные Периоды Жизни Это не значит Что Господь Поздно Кого-то Позвал Господь С самого начала Всех зовет Идите В виноградник Мой С самого утра Он пошел На торжеще И начал искать И предлагать Чтобы вошли В виноградник Его Но мы К сожалению Часто Отвечаем Поздно И многие из нас Очень поздно Приходят на этот Зов Но из этой Причи Видно Что лучше Поздно Чем никогда Награда Которую мы Получили Ее нельзя Посчитать Ее нельзя Измерить Как тем Работникам Был отмерен Один динарий Дневная плата Установленная Плата Идите И вы Получите Эту плату Но они Хотели Какую-то Добавку Но Здесь мы Видим Что Вот этот Динарий Он символизирует Награду Нашу Которая Является Жизнь Вечная Ее нельзя Разделить На какие-то Части Допустим На 5 частей Разделить Или разделить Ее на 20 частей И это не значит Что Эти части Будут Эти 5 частей Допустим Будут важнее Тих 20 частей Потому что Вечность Она бесконечная И бессмысленно Ее делить На множественное Число Она все равно Остается Бесконечностью И Бог Нам дарует В награду Эту бесконечность И когда Мы может быть Хотим Богу Представить Какие-то Свои требования Что мы много Что-то сделали По сравнению С кем-то То Он отвечает Друг Я ничем Не обижаю Тебя Ты получаешь Вечность Которую Нельзя измерить Которую Нельзя разделить И ты должен Радоваться Этой Величайшей Награде Награда Это Это Жизнь И через И через И через это Служение Раду Когда мы Мы занимаемся Пользу Мы заняты Мы заняты Полезным делом И Бог Нас приглашает Чтобы мы были Заняты Из Виноградники Со стажем Я решил Обратить На это Внимание Потому что Оно Просто существует Вместе с нами Рядом с нами Оно может быть Жить с нами И мы можем Этого Не замечать Можем С этим Не бороться Тогда как Бог В этой Притче Показывает Что мы Должны быть Очень Внимательны И осторожны Что я Имею ввиду Иногда Мы можем Рассуждать Верующий Со стажем Что я Вот Из Поколений Верующих Отец У меня был И дедушка Был Может быть Служителем И я с детства Верующий И я давно В церкви И у меня У меня все Знакомые В церкви У меня есть Какие-то Привилегии В церкви Я уже Заслужил их Потому что Я давно В церкви Я много Тружусь Я То или иное Делаю И вот Приходит Новый Человек И я С высока Может смотрю На него Но у него Не должно Быть Таких Полномочий Привилегий Как у меня Ведь я Тружусь Вот С самого Раннего Утра Вот Испытывая Зной И жару И вы знаете Можно Заниматься Служением Можно Заниматься Правильно Делать То и другое То и иное Служение Исти А в сердце Закрадывается Гордость И с этим Трудно Бороться Это трудно Как говорят Распознать И трудно Лечить Поэтому Слово Божие Говорит Что Первые Могут Оказаться Последними А последние Первыми И если В нашем Сердце Может быть Появляется Такая Мысль Что мы Чем-то Больше Чем другие Чем тот Новенький Который Пришел И может быть Он еще Во грехах Да еще Покаялся Недавно Какая-то Жизнь И я С высока Смотрю На него Потому что Я укоренился Я крепко Стою У меня Служение Я несу Его И я Делатель Вот с Третьего Часа Может быть Кто-то С шестого Может кто-то С девятого А тут Появляется Человек С одиннадцатого Часа Я проявляю К нему Небрежие Я Высокомерно Смотрю На него Но Бог Говорит Ко мне Сегодня Он говорит Друг Я ничем Не обижаю Тебя Ты хорошо Трудился Да Ты перенес Зной И Тяготы Но Я ничем Не обижаю Тебя Или Твой глаз Завислив От того Что я Хочу И другого На равных Тебе условиях Привлечь Почему ты Высокомерно Смотришь Вот На другого Брата Или на Какую-то Сестру Почему Не в смирении Сердца Воспринимаешь Таковых И дай нам Господь Никогда Не болеть Такой болезнью Следить За своим Состоянием Сетта Чтобы у нас Не возникло Желание Как-то Хозяину Виноградника Сказать Что я Большего Заслужил А ты Уравниваешь Меня с этим Я не хочу Быть наравне С этими Потому что Кто они Такие Но Бог Сегодня Говорит Друг Я Ничем Не обижаю Тебя Ничем Не обижаю Ты трудился Да Но тебе Обещана Награда Ты ее Получаешь Чем же ты Недоволен Друг Эта притча Могла бы Дать великую Надежду Многим И может быть Прежде всего Родителям Дети Которых Отошли От церкви Ничто Навсегда Не потеряно Для Бога Он будет Звать До последней Минуты Пока жив Человек Не бывает Слишком Поздно И мы знаем Как Господь Показал Исполнение Этой притчи В момент Жизни Когда Разбойник Висящий С ним На кресте Я в последний Момент Своей жизни Раскаялся Благоразумно Повел себя И спросил Господа Помяни Меня Господи Когда будешь В раю Помяни Меня Господи И он отвечает Ныне Будешь Со мной В раю Он Ничего Не успел Сделать Доброго Ни для Людей Ни для Господа И он Получает Такую же Великую Награду И это Милость Божия Дорогие Друзья Милость Божия По отношению К тому Разбойнику Это Милость Божия Которая Сегодня Проявляется К нам Каждому Из нас Здесь Сидящих Потому Что Делая Добро Делая Много Добра Мы Мы не можем Заслужить себе Спасение Мы не можем Этими делами Оправдаться Пред Богом Мы должны Сознавать себя Ничего Негодными Ничего Негодными Это не значит Ничего Нестоящими Потому Что Бог Высоко Все равно Ценит Нас С вами Каждого Из нас Каждого Негодного На которого Мы Может быть С пренебрежением Можем Посмотреть А Бог Его Высоко Ценит Потому Что Из-за Него Он Проливал Свою Драгоценную Кровь И делая Так Мы можем Оскорбить Величие Божие Его Жертву Которую Он Проливал За этого Человека Поэтому Мы Драгоценны В очах Бога Каждый Из нас И наше Достоинство Не в том Что мы Делаем Но наше Достоинство В том Что мы Причастны Его Смерти И Его Воскресенью И в этом Наше Достоинство И наше Спасение В причастности К Его Смерти И к Его Воскресенью Многими Трудами И скольбями Можем Мы Обрести Этот Дар Дар Смирения И дар Отсутствие Себелюбия Многими Многими Трудами И скольбями Можем Приобрести Этот Дар И только С Ним Будет Даровано Нам Ни с чем Несравнимая Радость Узнать Что Божественная Самоотдающая Любовь Сегодня Обращена К нам Не смирившись До самой Глубокой Степени Не Сделавшись Самоотреченным Мы не сможем Увидеть Великую Любовь Бога Проявленную К нам В явлении Его Сына В Его смерти Воскресения Потому что Это было Величайшее Самоотречение Это было Величайшее Смирение Потому что В Царстве Божественной Справедливости Работники Одиннадцатого Часа Это мы С вами Бог С некоторыми Заключил Некогда Договор С Авраамом И потомками Его И они Узнав Во время Хождения Иисуса Что язычникам Принадлежит Обетование Во время Служения Апостолов Узнавая Что язычникам Этим Которые В один Сейчас Появляются И им Также Есть спасение Они стали Возмущаться И требовать Чего-то Большего Но Бог Говорит Что он Не хочет Смерти Грешника Что он Предлагает Спасение Каждому Что он Виноградник Свой Предлагает Войти И сегодня Каждому Уже в последние Может быть минуты В последний час В последние мгновения Войти И получить То что следует Получить Жизнь вечную Получить Спасение Виноградник Его Это прежде всего Церковь Которую мы Можем лучше Проявить Свои дары И способности Виноградником Может служить Наша семья В которой мы Также можем Проявлять Свои способности Но может быть Часто мы Не лучшим образом Это служение Совершаем Работой Винограднике Можно свидетельствовать Окружающим О том Что сделал Со мной Бог И этим Привлечь их Ко спасению И этим Привлечь их Виноградник Господень Для того Они получили Спасение Делая Добрые дела Можно Также Быть работником Виноградника И сегодня Бог Призывает Войти В виноградник Сегодня в нашей церкви Такое движение Обновление И я хотел бы Чтобы мы Также сегодня По-новому Просмотрели На свою жизнь И просмотрев Смогли найти Некие возможности Некие способности Которые мы могли бы Вновь Проявить В нашем служении Пред Богом Чтобы быть его Сработниками Потому что Он любит нас Он любит Каждого человека И желает спасения Каждого человека И сегодня Виноградник Его Открыт И сегодня Он говорит Друг Иди Виноградник Мой И что следует Получишь Давайте Помолимся И возблагодарим Его За эту великую Любовь И милость К нам Аминь Нам не всегда Приятны Приглашения Когда их Неудобно Отклонить Мы всякие Находим Извинения Чтобы причину Истинную Скрыть Раз человек Позвал людей На ужин Но все они Как будто Сговорясь Не говоря Что ужин Им не нужен Учтиво Поднесли Ему отказ Один Купил себе Большое Поле Его Осмотр Никак Не может Ждать Другой Пять Пар Волов Решил На воле Во что бы то Не стало Испытать А третий Тот Женился И считает Что тот Кто к ужину Его зовет Обязан Понимать И понимает Что делу Первой Важности Почет Все попросили Вежливого Прощения Но с грустью Отошел Тот человек Прозрачны Слишком Были Извинения Бессмысленны Как Прошлогодний Снег Неужто Тот Купил Без уговора Не глядя Поле Да ведь Можно так Купить Кусок Болота Или гору Или каменистый Втривельстый Большак А тот Другой Купил Волов Десяток Не испытав Их И теперь Как раз В час Ужина Идет Пахать Участок На смех Соседям В предвечерний Час А третий Неужели С женой Не может Он на ужин К нам Прийти Какое Извинение Пустое Женился Так с женою Приходи Мы знаем Этой притч И продолжение Хозяин За столом Других Позвал Но разве Не о наших Извинениях Господь День День великих И славных Свершений Время Данно Еще для Тебя И меня Бог Торопит И всех Призывает Заверши же Свои Небольшие Дела Там Награда Тебя Ожидает Аминь Когда в Твои слова Вникаю Христос Спаситель Дивный Мой Все Глубже Понимаю Что Без Тебя Я Праг Земной Ты Есть Глаза Моя Святая А Я Лишь Веточка Твоя И Сол Для Жизни Получаю Я Мой Спаситель От Тебя Ты Есть Глаза Моя Святая А Я Лишь Веточка Твоя И Сол Для Жизни Получаю Я Мой Спаситель От Тебя Твой Сол Во Мне Все Оживляет Несет Мне Радость И Покой Душа Так Близко Ощущает Тебя Господь Спаситель Мой Когда Случается Порою Не Пребываю Я С Тобой Тогда Терзаюсь Я Душою Не Находя С Тебе Покой Когда Случается Порою Не Пребываю Я С Тобой Когда Терзаюсь Я Душою Не Находя С Тебе Покой И Потому Мое Желание Тебе Христос Мой Пребываю Что В жизни Все Мои Деяния Твоей Силой Совершат Ты Для Меня Лоза Святая А Я Лишь Веточка Твоя Твоими Соками Питаясь Дай Пребывать В Тебе Всегда Ты Для Меня Лоза Святая А Я Лишь Веточка Твоя Твоими Злуками Питаясь Дай Пребывать В Тебе Всегда Господь Господь Есть Мой Свет Он Мой Свет Спаситель Мой Я Не Страшусь Господь Мой И Скрепость Для Жизни Моей Кого Убою Я Воскали Нечестивый Выскали Я Не Спрошусь Грозит ли Враг Войною На Бога Надеюсь Я Я Кого Лишь Ду От Субтитры создавал DimaTorzok Песня «Навсегда» Слава Господу! Действительно, Господь есть наш свет. Но вы знаете, Слово Божье говорит к нам, обращаясь к нам, к верующим, к детям Божьим. Он говорит о том, что вы – свет мира. Мы с вами являемся светом миру. И мы в прошлое воскресенье немножко уже говорили о том конгрессе, который прошел несколько недель назад в Минсоте. Молодежь подготовила такое вот короткое видео, на котором они отвечают на вопрос, что именно для них означает быть светом мира. Пожалуйста, братья, включите. Меня зовут Вова Афичук, и что я выучу с конгресса – это как правильно любить ближнего своего. Меня зовут Марьяна, и я learned how to put Jesus as my number one. Меня зовут Ессика Шмерико, и одна вещь I learned from the Congress is no matter how hard you fall, Jesus' hand is always going to be there to lift you up. Hi, my name is Masha, and at the Youth Congress I learned that forgiveness is the biggest thing you need in a friendship. Hello, my name is James Кондратов, and from the Youth Congress I got that my biography should be my theology. My name is Biola, and what I learned at the Congress is that I am the light of the world, but all I need to do is turn my switch on. Hi, my name is Vitalina Krohleva, and something I learned from Congress is that God's love always wins. Приветствую вас, братья и сестры, меня зовут Давида Фичунг. В этом году, на 2015 году, в Молодежном Конгрессе, я научился тому, что наши дела могут проявить свет людям, которые не знают Бога, и они могут познать Его. Меня зовут Настя Чемакина, и на этом Молодежном Конгрессе я поняла, насколько я не сияю в этом мире, и насколько больше мне надо стараться показывать Христа в моей жизни. Приветствую вас, братья и сестры, меня зовут Террина. И из Конгресса я стала для себя служить Богом своим сердцем своим. Hi, my name is Natasha Krohleva, and what I learned at this Congress is that you should never let your light stop burning, because you never know how many lives it could be affecting. Братья и сестры, мы должны светить, мы должны гореть! Меня зовут Олеся, и на этом Конгрессе я поняла, что в этом мире есть много людей, которые погибают, и которые нуждаются во мне, чтобы я проявила им свет Христа. Меня зовут Олег Старус, и на этом Конгрессе я понял, что насколько наш свет может быть сильным, если мы будем все в единстве и в любви. Меня зовут Марина, и на этом Конгрессе я поняла, что мне надо быть более посвященной Богу. Приветствую, меня зовут Диана Тарасевич. Один момент, который затронул душу мою с этого Конгресса, чтобы мое сердце больше горело к спасению грешникам. Меня зовут Мэри, и что я поняла из этого Конгресса, что ты не должен быть не только миссионером в других странах, но и в твоей коммуниции. Приветствую, меня зовут Лиля, и что я для себя взяла из Конгресса, это чтобы быть светом людям, необходимо иметь личные глубокие отношения с Богом, а также, когда ты несешь истину людям, необходимо обязательно приправлять ее благодатью. Приветствую, Вещи Господа, меня зовут Настя. Для меня конференция послужила обильным благословением в личных обновлениях с Господом отношениях, а также обновлении служения и труду для Господа. Приветствую, меня зовут Диан, и что я взяла для себя из конференции, это не быть подпишем с друзьями, если ты хочешь делать что-то в church, если ты хочешь делать что-то, чтобы быть активным, и они не такой тип, чтобы просто остаться от них, я думаю, и быть другим, и следить, что ты думаешь. Во всей этой удивительной проповеди Христа мы видим эту радикальную противоположность. Христос говорит о том, что в Царстве Его, в Церкви Его должны находиться те, кто радикально отличаются от всего, что находится в этом мире. И тогда, когда мы радикально будем отличаться от этого мира, это будет наш свет. Меня зовут Ирина Чаперна, и одна вещь, что я учусь в конгрессе, это, что ты можешь быть светом мира в самых простых способах, просто быть активным в church. Привет, меня зовут Вера, и что я взяла для себя на конгрессе? Это, чтобы Богу служить, не обязательно надо ехать в дальние страны, но можно и тут по местности делать. В конгрессе я для себя взял то, что нужно иметь свет внутри, перед тем, как можно светить другим. Приветствую, меня зовут Алена, и что я взяла с конгресса, это, что Божья любовь без границ. Приветствую, меня зовут Тима, и на конгрессе я для себя взял то, что нужно сначала изменить себя для того, чтобы светить другим. Приветствую вас, братья и сестры. Что я для себя взяла в этом конгрессе, это то, что нужно различать, где фальшивый свет и где искренний свет в нашей жизни и в этом мире. Здравствуйте, церковь, меня зовут Люба, и что я взяла себя в высоте конгресса, это чтобы быть искренним светом для людей, это у нас первый очищает светины, которые у нас внутри. Вы свет мира. 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 Вы свет мира Звучит песня. 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 Одну тебе, одну Моисею, одну Ильи, не зная, что говорил. Луки 9, 33. Нам хорошо здесь, сделаем три кущи. Так Петр сказал, забыв об остальных. Но что на это скажет вездесущий, пекущийся о сирых и больных? Нам хорошо, но очень многим плохо. Мы как в раю, но многие в аду. Прислушаемся к тяжким, скорбным вздохам, Вглядимся в безысходную беду. Как нам уютно в кущах, где коврами паркетные застелены полы. А горе всюду высится горами, и многие бесчувственны и злы. Истерзанные не находят средства освободиться от гнетущей тьмы. Но ожидая Божьего наследства, что делаем, предпринимаем мы. Кругом нужда, безвыходность, страдания, Но в кущах нам просторно и светло. Мы для себя лишь созидаем здания, Нас не волнует мировое зло. Кого, друзья, мы приютили в кущах, В своем земном, Изысканном раю, В число дающих Или же берущих Включили мы без страха жизнь свою. Когда-то все мы беженцами были, Довольствовались маленькой норой, Но в пышных кущах многое забыли, Покрыли душу толстую корой. Христос отверг Петрова предложение. Христу нужны не кущи, Целый мир. Возможно ли великое служение, Коль манит роскошь собственных квартир? Так хорошо, Придя домой с работы, Улечься на диван Или на кровать. Пойти к несчастным Что-то нет охоты, Нельзя у ночи время воровать. А как приятно нам На Мерседесе белом До кущи добираться с ветерком. Бомжи на выезде из Костка Нам нет дела. Поговорим мы с ними Как-нибудь потом. Затягивает куща, Как в трясину, Свой маленький, Свой замкнутый мирок. Кто верный друг, Божественному сыну, Усвой скорей Евангельский урок. Слава Господу. Что верный, Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. Слава Господу. А теперь оверет слонами, оверет живо, Тебя уморяем, Создателем благодать. Что дело без труб, а то вера без тем, Печален и жалоб, и веры людей, Увидев ее, проходящий Христос, И золь, жадебница, грудь и слез, Господь, высоты наше сердце проверь, Победа какая в нас вера теперь, Оверет слонами, оверет живо, Тебя уморяем, Создателем благодать. ПЕСНЯ Напрасны учения, напрасны слова, Ведь вера бездель перед Богом не хва, Создателем благодать. ПЕСНЯ 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 От свесоты наше сердце проверь, Победа какая в нас вера теперь, О вере сладами, о вере живой. Тебя умоляем, Создателем Богом. Братья и сестры, как вы заметили, сегодня тема служения и утренняя, и дневного была та одна отношение наше к служению. И призыв звучал, идите, виноградник мой. Это сам Господь призывает. Интересно, я заметил, в программках написано отношение к служению, а в нашем графике, где график проповедников, написано немножко иначе. Одно слово добавленное. Отношение, изменение отношений к служению. Обновление отношений к служению, вы поняли? Обновление отношений к служению. И какое будет наше отношение к служению, так будет изменяться и наше служение. И вспомнилось мне Ветхий Завет, куда, вы помните, пришел один царь, забыл, и он начал обновление храма Господня, и все, и там началось освящение священников и левитов. И написано, чтобы начать служение, то написано, что левиты были более тщательны к этому и освятились, чтобы совершать Пасху. А священники что-то упоздали, не были так тщательны. Это было отношение к служению. Как мы относимся к служению, наше отношение, так и будет совершаться наше служение. Отношение к служению у Господу. Если читать Ветхий Завет, братья и сестры, то не раз пророки призывали народ израильский изменить свое служение Господу. Куда мы заключали заветы с Господом, что народ израильский будет служить Господу. И мы читаем на страницах Библии, даже Моисей, раз и два, в земле Маввитской последнее, он также призывает народ и говорит, что снова они заключают завет с Господом, что они будут служить только одному Господу. Иисус Навин, уже куда была освобождена земля израильская, та убитованная земля для Израиля, и все, в принципе, пределы были разделены. Иисус Навин говорит, что изберите, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу. Будете ли служить другим Богам? Интересно мне, что Иисуса Навина возликнула вот эта мысль, вот это слово к народу израильскому. Вы помните, что было время, когда народ восставал, два колена, и половина монастына были за Иорданом, и когда они возвращались уже домой, куда земля была завоевана, они решили построить там жертвеннику на берегу Иордана, подобный тот, который был там в Иерусалиме. И туда собрались все колена Израиля и сказали, что тут такое делается. Для чего они служили этот жертвенник, хотели даже идти войною против своих братьев, но когда пришли, выяснили, казалось, не так. Они собрались только жертвенник не для того, чтобы приносить жертву, а чтобы жертвенник напоминал, что там в Иерусалиме есть настоящий жертвенник, жертвенник, где должны возносить сыны Израиля жертвы Господу. Такая ревность была в Израиле, но проходит время, и мы видим, народ отступает, Иисус, наверное, вынужден сказать, что изберите кому служить. И народ израильский говорит, что мы будем служить Господу. Но еще удивительную историю я прочитал в книге Царств, я думаю, вы помните, куда Самуил уже избран пророком Господним, судьей Израиля. И Израиль, там написано, куда был взят ковчег филистимлянами, они забрали во время сражения, Израиль потерпел неудачу. И после того, как возвратился ковчег назад в Израиль, филистимляне отправили его. И я не хотел бы рассказывать эту историю, думаю, известно, но я хотел бы обратить внимание на то, что взяли ковчег и поставили, принесли его в дом Аминадава на холм. А Илезера, сына его, посвятили, чтобы он хранил ковчег Господень. И дальше слушайте. С того дня, как остался ковчег в Куринариме, прошло много времени, лет двадцать, двадцать лет, и обратился весь дом Израилев к Господу. Братья и сестры, приятно, правда? Ковчег на месте, дом Израилев обратился к Господу, так написано. Служат Господу. Но что дальше? Смотрите. И сказал Суимуил всему дому Израилеву, говоря, «Если вы всем сердцем своим обращаетесь к Господу, то удалите из среди себя богов иноземных и Астар, и расположите сердце ваше к Господу, и служите Ему одному, и Он избавит вас от рук филистимлян». И удалились они Израилевы, Ваалов и Астар, и стали служить одному Господу. И сказал Суимуил, «Соберите всех израильтян в Масифу, и я помолюсь у вас Господу». И собрались в Масифу, и черпали воду, и проливали пред Господом. И поселись в тот день, говоря, согрешили мы пред Господом. И судил Суимуил сынов Израилев в Масифе. Чем примечательна эта история, братья и сестры? Почему сегодня тема наша – обновление в служению, обновление отношений к служению? Казалось, мы давно служим Господу, мы все верующие, мы знаем нашего Господа. Для чего это обновление? А может, сегодня и нам надо предстать пред Господом? Как туда Израиль, Самуил. 20 лет прошло, они служили Господу, все, обратился весь дом. Но Самуил призывает, говорит, посмотрите еще раз. Свою жизнь, свое отношение к Господу, служение Богу. Может, у вас есть что-то другое? Может, есть все боги, которым вы поклоняетесь? Если так, то оставьте их. Будем служить только Господу. И он говорит это, говорит это израильскому народу. И когда мы смотрим дальше, мы видим, что нашлись эти люди, в которых были эти боги, были вагалы, астарты, и они удалили. Они проливали воду, молились, плакали, думали, под Господом, просили прощения и стали служить Господу. Братья и сестры, посмотрите каждый на свою жизнь. Я не знаю, не хочу кого-то судить, но вы сами знаете. Ваше отношение к служению. Как вы служите Господу? Кому даете больше предпочтения? Как мы относимся к служению и как служим нашему Господу? Полностью ли мы доверились Господу? Полностью ли мы верны? Или, может, есть вот эти боги, которые сегодня влекут, тянут нас назад и не дают той близости отношений с Господом? И такое служение не надо, не надо Господу самим не хвалить их, то, что они уже 20 лет служат Господу, но он видит этот недостаток и говорит, удалите. Он ходил среди Израиля, видел и знал, и он говорит, что удалите. Если вы всем сердцем обратились к Господу, братья и сестры, почему я говорю это? Потому что я знаю, есть сегодня, есть зависимые молодых в компьютере, смотрят, заходят на сайты, не могут избавиться. Предпочтение, я когда-то развалил одним братом, беседовали, который готовился к крещению, и начали мы беседу. Искренне, такая откровенная была беседа, как ты относишься, как твоя сегодня жизнь, готов ли ты заключить совет с Господом? Он рассказывал о своем покаянии, как он покаялся, какая ревность была служить Господу. Мы, говорит, с братьями, с друзьями собирались, читали Слово свое Божье, размышляли. Но, говорит, был момент. Я, говорит, пришел домой, думаю, почитаю Библию. Но нет, надо зайти, посмотреть, что-то там, какой-то сайт, что-то надо было там, вот. Ну, и потом. И, говорит, я как зашел, как я начал смотреть, и, говорит, тот вечер я Библии не читал. Я уже помолился и лег пустой. Это откровенно, брат рассказывает, братья и сестры, пустота, пустые мы, если мы заходим не туда, куда надо. Может, в нашей жизни есть, надо удалить вот это. Я не говорю, сегодня много работы связано с тем, что мы должны заходить туда и смотреть, и компьютеры, какие новости, и, может, какие-то. Мы на работе даже отмечаемся по компьютеру, заходишь, набираешься и отмечаешься, что ты пришел на работу, на обед ушел, с работы ушел. Это такая жизнь настоящая. Но к чему привязано наше сердце, братья и сестры? Старшее поколение, братья и сестры, хочу откровенно сказать. Я встречался с такими в нашей церкви людьми, говорит, мы не можем избавиться от телевизора. Это моя жизнь, говорит, я без него не могу жить. Я говорю, я прийду сам, отключу вам. Вы не сможете включить. Нет, ты не имеешь права. Да, действительно, я не имею права выключить. И что даст толку, что я пойду, выключу его или что-то сделаю, чтобы он не включался? Если сердце привязано к этому, к тем фильмам, которые идут, которые крутятся, это наше отношение к служению. Это так мы служим Господу. И Самуил говорит, посмотрите на себя. Если есть вот эти боги, удалите и будем служить одному Господу. И народ делает. Есть одно место, апостол Павел обращается в жеркнузаветней церкви. Я думаю, вы все помните, к евреям. И говорит так, что свергнем всякое бремя. И запинающий нам нас грех. И с терпением будем проходить принадлежащее нам поприще. Я не знаю, кому сколько Бог назначил пройти это поприще, но апостол Павел призывает свергнем. Всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить принадлежащее нам поприще. Еще, братья и сестры, я хотел бы немножко коснуться того стих, который сегодня читал брат Александр. Александр, куда Бог призывает, через эту притчу нам говорит о том, чтобы мы вышли в виноградник его для труда, для служения. И вышел в одну стражу, вышел один час, позвал, потом в другой раз. Мы видим, что пять раз он выходил, чтобы позвать людей идти в виноградник свой. И каждый раз находил тех, которые стояли и ждали, чтобы кто-то их нанял. Я, в принципе, раньше куда, жили еще при советской власти, кто у нас там был, мы не знали, что такое торжище, как-то выходил. Но куда и приехали в Америку, и здесь увидишь людей, которые стоят возле Хондипа в других местах. Вот, люди стоят, ждут. И также в России сейчас появилось, также есть те люди, которые стоят, чтобы кто-то нанял на работу. Они готовы на любую работу идти. Они умеют все делать, не знают, в действительности так или нет, но они хотят работать. И выходят, подъезжают люди, берут кому нужно каких-то специалистов. И мы видим, господин этот приглашает в виноградник идти работать. Рано утром снова и снова выходят, люди идут. Я не говорю за плату, братья и сестры. Верю и знаю, что Господь заплатит каждому. И верно заплатит, и вбильно уплатит за тот труд, за наше усердие, за служение. Но еще есть другое место, другая притча. Следующая, через несколько глав, 25 глава. И он также говорит, Христос, о тех рабах его, которые были его рабами, которые служили в его доме. И он говорит, что он управлялся и дал им таланты. Раздал таланты, чтобы они их употребили на дело. Пять дал, два таланта и один. И впоследствии, вы знаете эту притчу, куда пришел господин, вернулся, чтобы снова получить то, получить прибыль какую. Получил от пяти тот, кто взял два таланта. Но один, тот, который получил талант, он говорит, я знал, что ты, господин, жестокий. Жнешь, где не сеял, собираешь, там, где не рассыпал. И вот твое, я принес один талант и дал тебе назад. Я закупал его, сохранил целости, сохранности. Вот тебе твое. Но, братья и сестры, интересно, что сказал Господь, если вы заметили. Дальше господин сказал ему, ответ, лукавый раб и какой? Ленивый. Вы знаете, братья и сестры, я вот так подумал. Ленивый раб, если бы кто мне сегодня сказал, ты ленивый в служении? Сказал бы нет. Есть кому-то из нас, самое неприятное, если нас кто-то называет ленивым. Вот. Я на работе встретил, там, один человек, американец, другого назвал Лензи. Он возмутился так, как? Ну, это очень, знаете, хотя бы действительно так. Думаю, и сегодня Бог говорит, через что лукавый. Почему? Потому что ленивый. И находит себе оправдание. Как оправдаться у того или другого служения того дела? Не хочется, лень, братья и сестры. Но мы видим, что дальше с этим рабом будет. Возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов. А того, а негодного раба, выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Раб. Если взять в действительности, понять, что такое раб, он некогда был куплен господином, он приобрел его, заплатил определенную сумму, деньги, а впоследствии говорит, что выбросьте его вон. Идет урок и нам. Если мы сегодня имеем талант, если мы имеем сегодня способность что-то совершать в церкви, какой-то труд и не совершаем, то, может, мы как раз являемся этими ленивыми рабами и лукавыми. И будет тот самый приговор. Приджа говорит в действительности то, что будет. И как ужасно будет. Прослужили всю жизнь Господу, ходили, вроде бы служили Господу, но не употребили на дело свой талант, который Господь дал. Не от чистого сердца совершали этот труд и служение, которое было у нас, и будет приговор. Братья и сестры, сегодня Бог призывает нас идти в виноградник его, трудиться на ниве его, совершать труд. Какой труд? Мы можем сказать, какой труд? У нас нет способностей. Да, я понимаю, хуристы, которые поют, они есть способности, есть и таланты, которые Бог дал. Но сколько времени тратят они для того, чтобы спеть прекрасно? Надо прийти на спевку, надо доделить время, надо еще, еще. Вот и приходят, и совершают это тут, слава Богу. Но есть и другие. Вы помните еще одну притчу, Христос сказал, люди пристали пред Ним и сказали, Господи, мы именем Твоим что делали? Чудеса творили, исцеляли, воскрешали, может быть. Он говорит, от уйдите от Меня, делающее беззаконие. Я не знал. Но были те, которые был талант, тот один, Господи. Он говорит, уйдите, благосоверные. А что бы Вы сделали? Он говорит, я был что? Голоден. Вы покормили? Я был раздет, удели. В больнице был, в темнице был. И Вы там пришли, нашли время, нашли час. Что они сделали? Много было ли талантов в них, чтобы покормить? А Он говорит, уйдите, благосоверные. Вы сделали это для Меня, братья и сестры. Есть те таланты и в нашей церкви. И Бог даровал каждому для нас тот талант, чтобы мы служили нашему Господу. Может, до сегодняшнего дня еще не было той возможности, или не совершали, или, может, появилась та лень, братья и сестры. И Господь сегодня призывает обновить наше служение нашему Господу. Вспомнить, может, те дни, я хочу сказать, для тех, кто уже 20 и 30 лет служит Господу. Кто выдержал и тяжесть дня, и зной, и уже состарались, и уже годы прошли, и силы то и нет. Не оставляйте ваше упование. Служите по возможностям Господу и Бог благосоверен. Одно место интересное апостол Павел пишет евреям. Вы помните, апостол Павел пишет так. «Вспомните, прежние дни ваши, когда вы, бывшие просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего принялись радостью, зная, что есть у вас на небесах и мущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упование вашему, которое предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя». И он дальше говорит, мы же не исколеблющихся на погибели. Братья и сестры, да благословит вас Господь, всех, и молодых, и старших, совершать труд, совершать служение. Если услабели, сегодня есть возможность обновить свое служение Господу, найти и в нашей церкви труд, помощь, прославлять нашего Господа тем даром, который дал нам Господь. Я когда-то в журнале читал, что там в России, мы собирались по четвергалу, у нас был такой молитвенный вечер, группа была, и одна сестра принесла журнал христианский, и там написано об одном брате. Он описывает, это не только рассказ, но и реальность, которая происходила. Он говорит за одного брата, который был в церкви, старший, пожил, и говорит, и я, говорит, пришел однажды на рынок, на базар, а он был как раз воскресный день, и в нашей местности только был воскресный день этот рынок, и смотрю, он продает прялки. Я, так говорит, посмотрел на него, думаю, неужели пенсии тебе не хватает, что-то нету, что ты сидишь здесь на рынке и продаешь, ну, эти прялки. И таким, говорит, каким-то возмущением сердца я ушел, посмотрел на него. Пришел в служение, он же в служении. Потом снова встретился, снова как-то был на рынке, смотрю, он снова сидит, продает те прялки. Ну, и так шло время. Настало время, настал час, прошло какие-то годы, несколько, и этот брат вот ушел в вечность, вот, старший этот. И говорит, я пришел на эти похороны, людей много собралось, и, говорит, ну, и стали говорить. Слово было, и одна сестра, вдова, говорит, я хочу сказать какое-то свидетельство об этом брате. Но у меня, говорит, в душе, я думаю, ну, что она скажет? И она говорит, я вдова. И, говорит, ну, до стату в какой селе там был? Ну, денег не было, семья, дети. И, говорит, однажды под дверью я нашла конверт с деньгами. Это было для нас написано, что для вашей семьи, говорит, и так каждый день, каждый месяц продолжалось. В определенное время я находил этот конверт. И мы не знали, кто это. Кто-то дав, кто приносил этот конверт. Это ночью приносили. И мы решили с детьми не спать. Новый день. Пару ночей мы не спали, смотрели. И увидели, что вот этот брат приносил эти средства. Потом, говорит, другая встает. И тоже то самое говорит. Что тоже было трудное время. И, говорит, вот этот конверт с деньгами я получала. И я знала, что это он. Братья и сестры, это служение нашему Господу. И сегодня есть у нас возможность. И сегодня благодарность Господу, что мы поучаствовали в этой помощи. И нашим братьям, сестрам туда и на Донбасс. Господь воздаст. Но я хотел бы, чтобы это делалось у чистого сердца, у души. Как для Господа. Так, чтобы в этом был прославлен наш Господь. Доблосвит нас Господь в этом служении. В хуждении пред Богом. Чтобы Он был прославлен и возвеличен. И в жизни нашей, и в жизни Его народа. Это свет тот, который молодежь говорила. Что вы, свет мира. Эта конференция прекрасна. Конференция произошла там. Но сегодня Господь хочет не только, чтобы молодежь была свет мира. Но и мы были этим светом. Слава нашему Господу. Аминь. Помолимся. Иисус. 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 Хранишь меня в пути, Пусть со мною мудрый мой учитель Помоги мне в небеса дойти. Ты моя защита и опора, Самый лучший, самый верный друг. Слава честь, ассана, аллилуйя, Ты прими сейчас из наших уст. Ой, Господь, беденый и великий, Ты всегда хранишь меня в пути, Пусть со мною мудрый мой учитель Помоги мне в небеса дойти. Матеря, заботы возлагаю, Доверяю я тебе вполне. Все устроишь, сам я твердо знаю, Иисус, гребут всегда во мне. Ой, Господь, беденый и великий, Ты всегда хранишь меня в пути, Пусть со мною мудрый мой учитель Помоги мне в небеса дойти. Помоги мне в небеса дойти. Слава Господу за это служение, Слава Господу за его напоминание. И действительно, Он говорит и призывает, И говорит, идите в виноградник мой. Сегодня, сейчас, каждому, кто слышал это слово, Бог говорит, идите, идите, есть работа. Есть работа в этом винограднике. Я думаю, очень хорошо и правильно. Тогда, когда мы не просто слушаем, Но когда мы принимаем это для себя, Для своей жизни. Когда мы проверяем, в чем заключается Моя работа в этом винограднике, Что делаю я, в чем мое служение, И Слово Божие говорит, Чтобы мы могли обновиться, Чтобы что-то у нас поменялось В нашем служении, Чтобы такими, какими мы пришли сегодня сюда, Чтобы мы вышли другими, Чтобы что-то произошло в нашем сознании, Чтобы мы что-то положили в свое сердце, Для того, чтобы измениться, Измениться к лучшему. Благослови нас, Господь, Чтобы мы слушали это, Слыша это слово, Чтобы мы могли действительно идти, Идти, трудиться, Быть светом для этого мира. Наше служение подходит к концу. Встанем, помолимся, Поблагодарим за это служение. Господь, Отец наш Небесный, Мы к Тебе приходим И сердечно благодарим Тебя За то, что Ты учишь нас, За то, что Ты в Слове Своем Открываешь истины, Истины о том, чтобы мы обновлялись В нашем понимании, В нашем служении Тебе. Ты призываешь каждого из нас И говоришь, Идите в виноградник мой, Много работы, И Ты, Господь, принимаешь каждого, И Ты каждому даешь эту плату, Ты даешь награду, И Ты смотришь, Как мы работаем, Что мы делаем для Тебя, Являемся ли мы верными В том служении, На которое Ты поставил нас. Господь, помоги, Чтобы слышать Слово Твое, Когда Ты говоришь нам, Чтобы мы не уходили пустыми, Но чтобы мы принимали Это Слово для себя, Чтобы это Слово могло Становиться жизнью нашей, Чтобы это Слово могло Воспроизводить в нас Жизнь Твою, Жизнь Иисусову, Чтобы мы больше и больше Становились похожими на Тебя. Благослови, Господь, Церковь нашу в этом. И сегодня вечером, Когда мы будем говорить О тех служениях, Которые есть в нашей Церкви, Помоги, чтобы мы задумались об этом, Помоги, чтобы мы задумались, И если мы еще не несем служения, Чтобы мы могли приходить к Тебе, Молиться Тебе о том, Чтобы Ты дал свет Твой, И чтобы мы действительно Могли служить Тебе И в поместной Церкви. Господь, благодарим Тебя За то, что Ты был с нами, За то, что Ты говорил к нам, Помоги, чтобы все это Слово Мы могли посеять, Чтобы мы могли сохранить В сердце нашем. Господь, благодарим Тебя За то, что Ты был с нами, Прими хвалу и благодарение за все. Бог наш. Аминь. С миром Божьим будем расходиться.